Насколько вообще это нетривиальная ситуация? Все-таки обращается губернатор и предупреждает, что все службы ищут этих людей и действительно сбегают сразу шестеро. Это абсолютно нетривиальная ситуация. Побеги вообще это частое явление. Сбегают отовсюду, сбегают по одному, по два человека. На срок увеличивается. Это, кстати говоря, Россия одна из немногих стран, у которых принято увеличивать срок за побег на следствие Советского Союза. В принципе, во многих странах европейских считается, что в побеге виноваты всегда сотрудники, которые не оценили психологическое состояние человека, не могли ему помочь. Может быть, у него что-то дома случилось или какие-то проблемы, может быть, с сокамерниками. И за этот срок не прибавляют. Этим, конечно, прибавят. И вот еще что сразу высветилось. Ну, конечно, собственно, каким образом? Тоннель в 65 метров, лопатами шесть человек, как минимум шесть, могли прорыть. Причем это было тогда, когда в колонии уже шла проверка. Потому что колония, на самом деле, самая обычная. Не на плохом счету, не на хорошем. Там сидит знаменитый киллер Шерстабитов, Саша Солдат, он же. И там всегда случаются какие-то траблы. Если что, почему говорю время проверки, то, что этот канал, этот туннель рыли явно не месяц, не два и не три. Рыли гораздо дольше. Во-первых, куда-то девали землю, отвозили. В-третьих, раздобыли лопаты. В-третьих, на территории, которая напичкана камерами на промке, где... Причем заключенных, и у них были бригадиры, то есть здесь не только сотрудники, которые явно должны были быть в курсе, и они были в курсе, и другие заключенные, которые были в курсе, и они явно были в курсе. И никто ничего не сказал, потому что кому, если все в курсе. Ну и плюс ко всему, да, проверка была по прошлому году, когда было осуждено несколько сотрудников, потому что в этой колонне за деньги заключенные зарели шашлыки, устраивали техники, были телефоны, на телефоне есть везде, передавали наркотики и так далее, и так далее. То есть такая колонна разбитная. Вполне себе разбитная, но не хуже, не лучше, чем остальные. И были осуждены сотрудники, и в это же время, пока были проверки, уже начался в этот момент подков. И еще я обращаю ваше внимание на то, что это все выходцы из стран Центральной Азии и, скорее всего, мусульмане. Все шестеро мусульман в России сейчас чрезвычайно обострилась ситуация и отношение к мусульманам в местах лишения свободы. Это и при борьбе с так называемыми кременными джемаатами, и после терактов в Крокус-Сити, и после двух последних захватов заложников в ИГИЛ в Ростове, простите, в начале лета, и, собственно, в колонии Цуровикино. Отношение к мусульманам обычное, да, значит, если мы боремся с кременными джемаатами, то мы просто любые мусульманы не даем молиться, отнимаем коврики, даем Кораны и так далее. Еще одна штука, когда я только услышала про побег шестеро из ученых, я еще не понимала, кто это, я подумала, у вас же как интересно, то есть люди не воспользовались возможностью взорваться на войну, а предпочли побег. Это граждане других государств. В Азверовке брали с другими паспортами, Минобороны тоже брали, где-то в последний год перестали брать выходцев из другими паспортами. Поэтому другого выхода выбросов из колонии у них не было. Я так понимаю, что после того, как их не взяли на СВО, они и приступили к подкопу. А на что в этой ситуации могут рассчитывать сотрудники колонии? Ведь ясно, что если происходит побег, после этого начинаются репрессии в адрес сотрудников, которые очевидным образом не или недоследили, или способствовали этому побегу. Ну, дело в том, что нарушения происходят всегда и везде. Рано или поздно ты попадешься. Какая разница, за что ты попался. Я думаю, что рассуждение такое. Ну, и дальше тюрьмы тебя не пошлют. Ты и так в этом работаешь. Но я еще обращу внимание на статус этих людей, которые бежали. Их перевели в низшую категорию, в категорию опущенных. И вообще эти люди на свободе были лицами безопределенного места жительства. То есть вряд ли у них в карманах вводятся миллионы. То есть эта помощь в заключенном блоке усилил за очень малую толику денег. Очень небольшую. И о чем это говорит? Почему, собственно, как вы считаете, эти люди удалось все-таки задействовать всех в колонии? И сотрудников, и других сидящих. Как бы дать им возможность уйти, если никто материально толком не был заинтересован. Это говорит о низких зарплатах, в принципе, в самой колонии? Или о том, что хотели избавиться от этих людей? Нет, на самом деле, конечно, это зарплата. Это нижайшие зарплаты. Несмотря на то, что только в этом году поднимали два раза. И в прошлом году два раза. Все равно это низкие зарплаты, особенно на фоне от этих коллег, которые ушли на войну. И недокомплект. Недокомплект средием по России 20%. Сотрудников СИН, это несмотря на то, что все ушли на фронт, все равно недокомплект 20%. Мужчины сейчас, в принципе, в большом дефиците в России, они уходят на фронт. А здесь еще мужчины в погонах. Ну, то есть остаются работы только те, у кого уже не взяли никуда по разным причинам. И вот и вот так.